Злоумышленник взломал аккаунт и через него связался с заявителем. Преступник попросил перевести деньги в долг и прислал банковские реквизиты. Саровчанин, думая, что общается со своим другом, перевёл 200 тысяч рублей. После этого он понял, что попался в лапы мошенников. Возбуждено уголовное дело. Если человек представился от имени вашего знакомого, коллеги, начальника, не стоит выполнять его просьбы, пока вы не убедитесь, что с вами на связи именно конкретный человек. Перезвоните человеку, от которого пришло сообщение или звонок, при этом не используя мессенджер, а именно телефон, известный вам из вашего списка контактов. Кем бы ни представлялись незнакомцы на том конце провода, никогда не сообщайте по телефону данные карт, паспорта, коды из СМС-сообщений, логин и пароль для входа в интернет-банк. Наиболее распространёнными схемами обмана на территории Сарова остаются мошенничества, которые связаны с безопасными счетами, куплей-продажей товаров в интернете, родственниками в ДТП. Жертвами злоумышленников становятся саровчане разного возраста. Главное правило защиты от аферистов – бдительность. Нельзя переходить на сомнительные ссылки, передавать свои персональные данные третьим лицам. Лучшим способом уберечь себя от мошенников является прекратить с ними какое-либо общение. Будьте бдительны сами, предупреждайте, предостерегайте своих близких и родных для того, чтобы обеспечить безопасность своим денежным средством. На прошлой неделе сотрудникам УВД поступило два сообщения о краже в магазинах. Одно из них произошло на улице Шверника. Саровчанка 1985 года рождения похитила продукты на сумму 3235 рублей. А в магазине по улице Курчатова Саровчанин 1981 года рождения открыто похитил две банки шоколадной пасты стоимостью 1200 рублей и зефир стоимостью 129 рублей. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.